Татьяну Эдуардовну как за глаза в коллективе по фамилии Кравченко или Таню? Есть какое-то у нее кодовое имя? Сейчас исключительно Татьяна Эдуардовна. Нет, не Татьяна, а просто Эдуардовна. Даже на музыку положено. В финале первого акта с Женетьбы выходим, там все к коллективам уходят, там узенький выход, и все толпятся, там такая пробка образуется, и звучит музыка, и мы все хором толпимся, там и Дима Певцов, там и Саша Серегин, и Раков, и мы все хором. Ах, Татьяна Эдуардовна. И на музыку это положено, это такая традиция в финале первого спектакля. А там ложится хорошо Татьяна Эдуардовна. Она нас ложится хорошо. В смысле музыкально. Это у меня Ольга Александровна, мы дружили же с ней, когда она узнала, что я Эдуардовна, она, боже, она еще и Эдуардовна. Такая реакция у нее была. А потом она тоже меня договорила, кровец, кровец. Я ведь знаю, потому что вы в Линком пришли Яковлевой. В школе-студии МХАТ я была Яковлева. В конце четвертого курса я вышла замуж, стала Лавинская. За Володечку Лавинского, царство медициного, но умер, но не из-за меня. Вот, это самое... У нее папа скульптор, и он, значит, скульптор, он сказал, моя фамилия тебя прославит. Но вот это он зря сделал. Понимаешь, я тут же опять стала Яковлевой, после развода. И вот тут, когда я, значит, играла «Мои надежды», первая главная роль, вот Татьяна Ивановна Пельцер. Еще числилась Яковлевой. Уже... Нет, подожди, числилась, да. По документам. По документам. И вот тут Марк Анатольевич говорит, надо фамилию поменять. А тогда действительно, Лена Яковлева, Марина Яковлева, Ольга Яковлева, театральная была, Примадонна Уэфроса. Вот эта Асмя, это вот тоже Шана Яковлева, Александра Яковлева. Одна даже была актриса, Татьяна Эдуардовна Яковлева. Для чего делаешь? А тут просто полная дезка. Серьезно, она не звезда была, а полностью. И он мне говорит, давайте, какие есть фамилии там в роду? Я же не могла, понимаешь, сказать Токарева. Это моего отца биологического. Потому что обиделся, он и так обиделся Эдик, что якобы его фамилию Яковлеву сняла. Отчим, да, Эдуард. Я говорю, ну вот у меня, значит, Карлаш. Ой, нет, это что-то не русское. Потом говорит. Я говорю, вот бабушка Кравченко. О, давайте. Правительству много хохлов, быстрее звания дадут. Ну, ну с юмором, конечно. Ну, звание мне дали уже. Не за этого. Когда их там стало гораздо меньше. Когда их там стало гораздо меньше. Там уже при Ельце, да. Потом была Гербачевская. Меняли фамилию? Да. В паспорте фамилия Миянов. Была, да. Потом, когда разводились, так... А на афишек там была Кравченко. Я в театре Кравченко, в паспорте. А потом и в паспорте сняла. Стала уже в паспорте Кравченко. То есть сейчас в паспорте Сатьяны Эдуардовны Кравченко. Да, да. Прославились вы считаете, когда? Когда вы стали звездами? Вот когда вы считаете, что... Ну, я так звездой бы не называлась все-таки. Ну ладно, не на скромниче. Популярность, так сказать. Ну, не надо. На самом деле, я не скромная. Ибана. Да. Звезда? Она? Сейчас. Безусловно. То есть практически все молодое поколение театра, оно считает за честь. Фунтик с концентрированной идеей. Его спрашивать не будем. Аня, мать-звезда? Думаю, что да. Мы ее сейчас поставим на голосование. Ну ладно, Женечка, не смущай меня. Ну, подожди. Я еще не разучилась краснеть. А вот в этот период? Слушай, ну тут, понимаешь, ну, наверное, первые сваты только шли. Сваты? После сватов, конечно. Сашечка Абдуллов, мой зайчик дорогой. Влюблены вы были, да? Да, была влюблена. Вот эта влюбленность моя помогла мне уйти от первого мужа. Вот как? Да. Я же пришла в театр после света, ну вот, блинком сразу. Абдулф роковой получается мужчина. Боже мой, боже мой, талантливый, обаятельный, красивый. В куларах-то, Иван, обсуждается, когда возникают какие-то отношения или кто-то вздыхает в трупе? Это сразу становится предметом обсуждения? Мы с Татьяной Дарданой, по-моему, уже в том состоянии, когда раньше и деревья были большие, и романы были громче, и слухов было больше. Сейчас это все как-то культурненько. А знаешь почему? Почему? Потому что не было где-то таких гастролей, как у нас были. Нет, почему сейчас гастроли случаются? Случаются, случаются. А то есть все это случалось на выезде, да? Да, конечно, на гастролях. На месяц, помнишь, мы в Ростов или на два месяца, вся труппа едет. Все спектакли на двух площадках работали. А сейчас такого нет. А в Питере? Пяти лет жизни в Питере провели, потому что каждый сезон на полтора месяца действительно вся труппа туда выезжала, отрывалась от корней, от коллектива, от семьи. Тогда же не было, как сейчас, тотальной экономии, что сейчас вот, не дай бог, там лишний час артист в гостинице проведет, это продюсеры застрелятся. Да-да. А тогда на месяц всех вывозили, заняты в спектакле, не заняты. Ну, конечно, первая неделя Эрмитаж. А все-таки Павловск. Да, да, все-таки культуру поднимали. Ну, а потом, конечно, в перерывах между экскурсиями и спектаклями возникали какие-то радости. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА